Диабетики могут получить право льготного проезда в транспорте, независимо от уровня дохода. При каких условиях? Сколько получает рабочий в цирке? Что именно нужно делать за деньги? Очередной сюжет рубрики «Я рабочий». Крышу спорткомплекса «Электрон» в Вятских полянах отремонтировали. Сколько денег потрачено? Еще одна категория граждан в Кировской области может рассчитывать на льготный проезд в автобусах. Об этом сообщил сегодня зам. председателя правительства региона Дмитрий Матвеев. Возможность проехать в общественном транспорте со скидкой получат так называемые федеральные льготники. Но при одном условии. Подробности у Дмитрия Житручука. Медицинская практика показывает. Чаще всего люди в стране сегодня умирают от неинфекционных хронических заболеваний. Это болезни сердца, сахарный диабет и так далее. Государство людям с такими заболеваниями дает выбор. Либо бесплатные препараты пожизненно, либо отказ от них взамен на ежемесячную выплату. Что в большинстве своем люди в Кировской области и предпочли. Из 160 тысяч федеральных льготников только 30 получают бесплатно препараты. Остальные компенсацию в размере 700 рублей. В этом-то вся и проблема, посчитали власти. На эти деньги приобрести необходимые лекарства невозможно. И граждане просто перестают их покупать. Смертность в итоге растет. В правительстве приняли решение предоставить дополнительные льготы тем, кто все-таки передумает и откажется от ежемесячных выплат. Те федеральные льготники, которые вместо денежной компенсации выберут натуральное предоставление бесплатных медикаментов, будут иметь право на льготный проезд вне зависимости от среднедушевого дохода. То есть, если гражданин зарабатывает больше 11 тысяч рублей и при этом в качестве льготы выберет сами медикаменты, а не деньги, то сможет ездить в общественном транспорте со скидкой. Тем, кого предложение областных властей заинтересует, следует поторопиться. Заявление на отказ от пособия нужно подать в пенсионный фонд до 1 октября. Обратиться можно в четырех разных видах. Это лично прийти, написать заявление. Возможно, обратиться в МФЦ. Он может обратиться через представителя, с надлежащими оформленными документами. И может обратиться по почте. Но в таком случае заявление должно быть заверено у нотариуса. Власти уверяют, если в аптеках тем, кто предпочтет получать бесплатные лекарства, скажут, что их нет, это ложь. На складах сейчас имеется пятимесячный запас всех необходимых федеральным льготникам препаратов. Поэтому в подобных случаях следует сообщать в правительство области. Там разберутся. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Дайвич. В Кировском цирке новая программа «Золотой цирк России» под руководством Ивана Ярового, премьера которой состоится 19 сентября. Уже в эту субботу зритель сможет увидеть жонглеров и акробатов. О том, что еще ждет кировскую публику, цирковые номера одной из первых увидела Надежда Шабалина. Сегодня у двухлетнего Степана необычный день. Он впервые вышел на арену, впервые увидел камеру и свет, и впервые услышал музыку. Поэтому он волнуется, рассказывает Ольга, дрессировщица в третьем поколении. В новой цирковой программе «Золотой цирк России» Степан будет наравне со взрослыми особями принимать участие. И номер с обезьянами в программе, конечно, не единственный. Еще кировские зрители будут радовать медведей. На арену выйдут как малыши восьми месяцев, так и более опытные особи, которым больше трех лет. Для того, чтобы животное было активным и послушным, в их рацион включают полезные для здоровья продукты. Сейчас такое время, когда медведь набирает вес. Поэтому сейчас они обожают все. Очень любят арбуз. Покупаем арбуз. Утром у нас внутренняя кормежка – это арбуз. Плюс морковь, свекла, зелень. Много всего. Но арбуз – это очень вкусно для них. В новую цирковую программу вошли разные жанры. Это и дрессура, и гимнастика. Не обошлось и без джигитовки. К примеру, такой номер называется «Амазонки». Программа очень хорошая. Даже я не боюсь этого слова. И начало у нас есть, и средина есть, и окончание есть. Все артисты собраны и работают на совесть российского цирка, на совесть своей страны. Как пообещал Иван Яровой, руководитель программы, зрителя ждет много сюрпризов. Они увидят и клоунов, и акробатов. В Кировском цирке эта программа пробудет месяц. Премьера в эту субботу, 19 сентября. Надежда Шабалина, Николай Шихарбеев, Бюро новостей Давича. Вместе с новой программой и ее артистами к нам в город приехал целый штат цирковых рабочих. Например, рабочие по уходу за животными. За свой труд они получают зарплату. В среднем 17 тысяч рублей. Безлимитный абонемент на представление. И постоянные путешествия по городам России. В рамках нашей постоянной рубрики «Я рабочий» Анна Мамаева примеряла на себя роль рабочего по уходу за животными. Расскажет, что можно найти в райдере у четвероногих цирковых артистов. Красивый мальчик. Это у нас уклон. Не только новые рабочие узнают своих подопечных, но и кони тоже знакомятся с тем, кто будет работать с ними. Для более эффективного знакомства рабочие выпускают в конюшню с лакомством. Например, с арбузными корками. Кстати, одна из главных обязанностей рабочего по уходу за животными – как раз кормление. У цирковых лошадей пятиразовое питание. В рацион входит вода, сено, овес, льняное семя, а также фрукты и овощи. Последнее – фрукты и овощи. Работники конюшни припасают на сон грядущий. На ужин у лошадей настоящий пир. Но перед каждым приемом пищи обязательно оперетти в ведро воды. Поросенку-то мы ему не дали. На обед артистам подают полезный и сытный овес. Молодым в зернах, старым коням – геркурес. Мы насыпаем семя льна. Семя льна для улучшения пищеварения. Берем горсточку вот так вот и насыпаем в каждую чашечку. График работы рабочего по уходу за животными ненормированный. Примерно дважды в неделю бывает дежурство. Работа с 7 утра до 10 вечера. В остальные дни укороченная рабочая смена, подготовка животных к репетиции или к представлению. Во-первых, их гуляют. Это, как сказать, оправляется лошадь, чтобы он в манеже не накакал. Шагают их перед работой, как бы разминают. Их шагают по территории закулисной части, их шагают. Чтобы лошадь немного плечи размяла, ноги, чтобы не так, что стоял и сразу же побежал. А также еще один ритуал перед выходом в свет. Лошадей чистят. Коня начинают чистить с гривы. Допустим, вот гриву поднимают, начинают вот чистить. С той снежок. Против шерсти? Да, против шерсти. Надо быть готовым к тому, что рабочие по уходу за животными постоянно на гастролях. Они переезжают с программой и со своими подопеченными из одного города в другой. Еще один не самый приятный момент – профессиональная обязанность. Приборка стоила. Скажи, ведь нелегко, да? Нелегко, да. Нелегко, да. Самое основное требование к соискателям на эту должность – любовь к животным. А к каким – это не важно. В цирке можно выбрать себе подопеченных на любой цвет, размер и уровень пушистости. Свои специалисты в цирке работают с медведями, обезьянами, собаками и другими четвероногими артистами. Анна Мамаева, Данил Кочкин, Бюро Новостей Довичи. Полицейский предотвратил попытку суицида. Сегодня на старом мосту мужчина пытался свести счеты с жизнью. Правда, перед тем, как начать, он сообщил о своих планах полицейским по телефону. Снять с моста мужчину удалось за несколько минут. Когда он попросил сотовый телефон, к нему подобрался полицейский и схватил на вид, по словам сотрудников правопорядка, не состоявшемуся самоубийце, 35 лет. С моста его отвезли в больницу. И сейчас, как сообщили полицейские, с мужчиной все хорошо. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Распечатать квитанцию, которая не пришла, или подключить личный кабинет налогоплательщика. В пятницу и субботу налоговые инспекторы на Азина-59 будут во всем помогать кировчанам, которые должны заплатить налоги. Напомню, до 1 октября физические лица должны оплатить имущественный и транспортный налог. Осталось две недели, поэтому в налоговые 18 и 19 сентября объявлены днями открытых дверей. В пятницу решить вопросы там можно будет с 8 утра до 8 вечера, в субботу 19 сентября с 10 утра до 3 часов дня. Проверять большегрузы с 8 утра и до 8 вечера будут сотрудники ГИБДД на пунктах весового контроля. С 28 сентября по 4 октября наш регион поддержит акцию на дорогу без перегруза. В областном министерстве рассказали, направлены все мероприятия будут на то, чтобы дороги не разрушались из-за автомобилей, которые ездят с нагрузкой выше норматива. 180 участников и 6 этапов соревнований. В Кирове 28 раз прошел областной конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В конкурсе принимают участие дети от 7 до 12 лет, которые уже стали лучшими в своих районах. Здесь на областных соревнованиях им также придется продемонстрировать знания правил дорожного движения, основ оказания медицинской помощи, а также показать умения фигурного вождения велосипеда. Те участники, которые покажут лучшие результаты, получат памятные призы, а также возможность защищать область на всероссийском конкурсе. Сейчас мы ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Альберту Лиханову 80, как отметили юбилей писателя в Кирове. Как в 2005 году изменили мемориал «Вечный огонь» уникальные кадры 10-летней давности. Крышу спорткомплекса «Электрон» в Вятских полянах отремонтировали. Сколько денег потрачено? Это «Давича», продолжаем выпуск. Известные детские писатели, журналисты, общественный деятель Альберт Лиханов на днях отметил свое 80-летие. Накануне в рамках лихановских чтений поздравить юбиляра в Кировский драмтеатр съехались многие почитатели его творчества, в том числе первые лица города и области. Кто не смог поздравить лично, направил поздравительную телеграмму, в том числе и президент страны Владимир Путин. С торжественной церемонией наш следующий сюжет. Его книги переведены на языки многих стран мира. Его почитают как писателя и уважают как общественного деятеля. Много лет Альберт Лиханов возглавляет Всероссийский детский фонд. При его активном участии в стране реализуются благотворительные проекты, направленные на поддержку детей, их образования. Об этом на торжественном вечере по случаю юбилея писателя говорили многие, в том числе и государственные деятели. При активном участии Лиханова в Кирове построена библиотека, оказывается помощь малоимущим детям и сиротам. У вас можно брать пример, у вас можно учиться. У вас можно учиться именно тому, как защитить ребенка, как помочь ему. Вы человек удивительный и умеющий любить людей, которые тоже самое делают многое для того, чтобы наши дети получали полное образование, могли развиваться. В своем ответном слове Лиханов признал, где бы он ни был и жил, Киров для него навсегда останется родным. Сердцем он с городом, с его улицами и домом, где когда-то жил. Что касается творчества и общественной деятельности, то, как считает сам Лиханов, он еще полон сил, готов писать и оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Человек в достоинстве. Девять утра. Осталось вымыть плиту, смонтировать горелку и звезду. Все то, к чему стремились, будет воплощено в жизнь. Я доволен, так скажем, на все сто процентов. То есть работу успели раньше срока. Поэтому я очень рад, что 9 мая у нас все готово практически. Это огонь еще не вечный. Это пламя временное. Репетиция премьеры. Начало работы нового газопровода. Можно открывать обелиск, показывать его властям. Три часа дня. Работу строителей принимает мэр Василий Киселев. У Вечного огня почетный караул. Это ребята из 22-й школы. Сегодня их дежурство. Завтра здесь будут ученики другой школы. И так до 9 мая. Монумент, посвященный воинам-кировчанам, принявшим огонь на себя, не случайно назвали вечным. Память о мужественных бойцах должны увековечить камень и пламя. Строители считают, что своему названию обновленный памятник соответствует. Не то, что прежний. Все сделано заново. Тут ремонта, наверное, не было лет 30, судя по газопроводу, который пришлось заменить. Поэтому здесь все новое практически. Гранит, камень гранитный, бордюр я имею в виду. Вот вся покраска заново сделана. То есть, когда все это очищали, то здесь видно было, что давно. Здесь строители не работали. А ремонт фасадов домов на Московской скорее косметический. Чтобы грязные потрескавшиеся стены не портили вид обновленного монумента. Стены замазывают и красят лишь с лицевой стороны. Обновляется, просто покраска и все. А на больше денег не дали? Ну и времени не хватает. 9 мая работы не завершатся. Будут класть асфальт, собираются облагородить откос, зазеленить газоны. Кроме того, как и раньше, здесь будут светить шесть фонарей. Ради единства стиля торшеры собираются купить такие же, как в Александровском саду. Только пока их не заказывали. Вечный огонь и так стоил городу не один миллион рублей. На фонарей пока денег нет. Но подсветку обновили. В спорткомплексе «Электрон» в Вятских Полянах завершается масштабная стройка. Сейчас подходит к концу работы по замене кровли. На это из областного бюджета было выделено почти 12 миллионов рублей. Что уже удалось сделать, расскажем далее. Работы на крыше «Электрона» начались еще в феврале этого года. Ремонтом занимается Кировская строительная компания. За полгода рабочим удалось полностью обновить кровлю. Меняли металлоконструкцию, меняли профлист, меняли кровельный пирог полностью. Делали утепление 200 миллиметров 20 сантиметров. Пароизоляцию, промежуточный слой и ВВХ-мембрана сверху. В таком масштабном ремонте спорткомплекс нуждался уже давно, рассказывает заведующий «Электрона» Олег Постников. Крыша здания была с дырами и во время дождей в спортивных залах стояли лужи. Но в начале этого года руководство учреждения утвердило проект реконструкции. И в итоге деньги были выделены. 11 миллионов 900 тысяч было выделено правительством Кировской области. Деньги были перечислены в город Бязкие поляны. И деньги выделяются рабочим по сроку, по работе. На свои работы строительная компания дает гарантию 3 года. При этом срок эксплуатации материалов почти 50 лет. Полностью завершить ремонт кровли рабочие планируют уже в сентябре. Ксения Фрик, Олеся Саламатова и Роман Кутузов. Бюро новостей «Эдовичи». И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. В ближайшие минуты выпуск «Бюро новостей «Эдовичи» появится на сайте девятка.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакции «Эдовичи» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. Студия работала Артема Панекаровских. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok